Всем привет! Иногда я делаю игры, которые покупают сайты, на которых можно в эти игры играть, или я издаю их самостоятельно на мобильные платформы. Ссылку на одну из моих игр я оставлю в описании. Это даже не реклама, потому что игру я эту давно продал и не получаю себе никакого дохода. В поисках дешевой популярности я решил сделать игру по какому-нибудь популярному сеттингу и выбрал для этого сеттинг SCP Foundation. Это библиотека псевдоконспирологии, на которой содержатся достаточно интересные такие истории, и я решил выбрать SCP-1499 противогаз как основу для своей следующей игры. SCP-1499 это советский противогаз GP-5. Испытания и опрессовка показали, что объект достаточно герметичен для использования по прямому назначению. Аномальный эффект проявляется при надевании SCP на голову человека. Приблизительно через одну секунду после полного надевания объекта на голову субъект пропадает из виду и не регистрируется никакими приборами. Сами субъекты при этом не ощущают какого-либо движения. Опытным путем установлено, что поддержание связи с субъектом посредством портативных радиостанций возможно, несмотря на то, что присутствие субъекта невозможно определить. Надев SCP, подопытные, по их словам, оказываются в месте радикально отличающимся от того, в котором находились до этого. По их словам, место вокруг пустынное и неуютное, а пространство вокруг заставлено высокими черными башнями. Также по этому ландшафту перемещаются существа, далее называемые SCP-1499-1. По описаниям подопытных, существа представляют собой высоких обнаженных гуманодоидов с темной кожей, покрытые толстым слоем неизвестного вязкого вещества. В отдельных SCP-1499-1 наблюдается большое количество глаз и ртов по всему телу. После снятия SCP с головы, субъект оказывается в том же месте, где его надевал. Более подробная информация приведена в протоколе испытаний. Протокол испытаний. Подопытный D67-393. Первый опыт поставлен с целью выяснить действия SCP. В связи с риском утраты SCP вместо сотрудника класса D эксперименты будут проводиться на обученных агентах. Подопытный оказался в постройке, сделанной из неизвестного черного вещества. Подопытный осматривался около 15 секунд, после чего, по его словам, услышал какое-то движение и в панике сянул SCP с головы. Снова появившись в помещении для испытаний. Агент К. Данные изъяты. Агент оказался в комнате, соответствующей описанию данному D. Около двух минут ушло на осмотр комнаты, в которой агент К обнаружил множество пустотелых черных кубов. Агент сумел спуститься по лестнице здания, не встретив никакого сопротивления. Дойдя до третьего этажа, агент услышал звуки этажом ниже. Агент спрятался за одним из кубов и увидел две особи SCP. После этого агент снял SCP. Первое столкновение с SCP-1499-1. По словам агента, встреченные им особи SCP этого не засекли. Агент Игоряк. Данные изъяты. Причиной выбора данного агента послужила ее тренировка в искусстве скрытности. Агент оказался в том же помещении, в котором находился агент К. На момент снятия SCP. На верхних этажах было слышно движение, что побудило агента спуститься вниз и выйти из здания. Снаружи агент увидел множество SCP, бродящих рядом со зданием. У каждого существа были свои отклонения в облике. Время от времени существа издавали скрипучие низкие звуки. Агент, остававшись незамеченной, прошла мимо еще нескольких построек. В целях наблюдения агент решила проследить за группой из четырех SCP. Данная группа наткнулась на пятую особь. Одна особь из группы вышла вперед. После этого, по словам агента, особи с ожесточением напали друг на друга, заливая землю вокруг себя и трех наблюдавших за схваткой особи, неизвестной жидкостью и обрывками внутренних органов. Агент сняла SCP. Похоже, что постройка, в которой появился D, лишь одна из многих. Поскольку SCP склонна к насилию, рекомендуется в дальнейшем снабжать агентов оружием для самообороны. Протокол исследования 1499-D. Исследование проведено 3 июня. Данные изъяты. Агент УК выдана гарнитура для двунаправленной связи и табельный пистолет. Фонда с дополнительными обоймами. Цель исследования – разведка. Агент надевает SCP на голову и исчезает из виду. Агент. Доктор, меня слышно? Доктор. Да, агент, что вы наблюдаете? Я нахожусь между двумя постройками, похожими на шпили. Сделаны вроде из твердого черного камня. И земля таким же покрыта. Доктор. Контакта с SCP пока не было? Агент. Пока нет. Непонятно. Тут освещение странное, видимость плохая. Посмотрим, что получится. Агент передвигается, не издавая лишнего шума. Примерно 5 минут. Агент. Черт, впереди их целая толпа. Они всей толпой заходят в огромные здания. Доктор. Можете описать здание, агент? Агент. Да, большое, очень большое. Стоит почти отдельно. Довольно изукрашенное. Там много башен и острых выступов. Кажется, на них там кровь. Доктор. Агент, сможете подобраться поближе и рассмотреть получше? Агент. Туда ведет какой-то мост. Выдвигаюсь. Агент передвигается, не издавая лишнего шума. Примерно 3,5 минуты. Агент. Я зашел со стороны здания. Тут вроде есть какая-то дверь поменьше, чем дверь на фасаде. Зайду внутрь через нее. Несколько секунд слышны утробные звуки. Доктор. Агент. Что это было? Агент. Не пойму. Звучало внутри здания. Сейчас посмотрю. Слышен грохот и звуки трений из нескольких источников. Доктор. Агент. Что вы видите? Агент. Боже, да их тут полно. Собрались огромной толпой. Роты у них все открыты. Даже роты на телах. Кажется, звук идет из них. Вам слышно? Доктор. Слышно хорошо, агент. Попытайтесь рассмотреть получше. Агент. Ладно. Они все смотрят в одну сторону. Сейчас попробую подобраться. Грохот продолжается еще 20 секунд. Агент. Они все смотрят на такого же, который стоит на возвышении. Вокруг него много тел. Они перестали издавать звуки и просто смотрят на того, который стоит спереди. Возвращаются утробные звуки. Агент. Похоже, что тот, который спереди... Погодите. Не вижу. Он разрезает свое тело посередине. Из него высыпаются какие-то твари. Черви или что-то вроде. Доктор. Агент. Что происходит? Не слышно. Агент. Стоп. У него над головой кажется ясно что-то в его теле. В области живота. Создает какой-то свет. Луч идет оттуда в воздух. У него над головой. Доктор. Что происходит? Агент. Продолжайте доклад. Агент. Кажется он открывает какой-то портал. И о... Он чего-то вызывает. Это существо что-то призывает. Кажется видно что-то идет через портал. Вроде бы такой же червь, как и те, что у него из груди посыпались. Только гораздо более крупный. Кажется светящийся объект в груди ни того существа не дает порталу закрыться. Я... Нельзя чтобы эта тварь прошла. Я должен ее остановить. Доктор. Агент. Слышно как агент бежит. Звуки выстрелов. Снова появляется грохочий звук. Громче чем ранее. Слышно как падают каменные предметы и тела. Множество утробных звуков. Агент. Почти достал. Снова утробные звуки. Звуки на этот раз ближе к агенту. Агент. Теперь достал. Оставшаяся часть предложения не слышна, так как агент снимает SCP. Агент появляется в помещении для испытаний, весь покрытый кровью и с человеческим сердцем в руке. Агент. Все в порядке. Я достал. Агент смотрит на сердце у себя в руке, вскрикивает и роняет его. Конец протокола. Продолжение следует.